Белорусы смогут сообщить о проблемах на трассах и автодорогах общего пользования. На сайте Комитета госконтроля появилась специальная онлайн-панель. Информация будет приниматься в течение апреля. Необходимо заполнить соответствующую форму, указать примерное местонахождение участка, суть проблемы и прикрепить фото или видео. В 2024 ЦТ пройдет с 27 мая по 6 июня. Резервные дни 19 и 21, плюс 23 число для сдачи только экзамена по белорусскому и русскому языкам. Зарегистрироваться необходимо с 9 по 22 апреля. Время работы пунктов с 9 до 7, в субботу до 6. Также установлен список мест, где будет проводиться тестирование. В него вошли 40 учреждений образования в крупных районных, областных центрах и столице. Клещи продолжают атаковать. За медицинской помощью и за присасывание паразитов уже обратилось 15 человек, из них шестеро детей. Для сравнения, в 2023 за аналогичный период количество достигало только трех. Всего от укусов пострадали 616 бобруйчан, 212 несовершеннолетних. Лесхозы Беларуси приступили к промышленной заготовке березового сока. В планах за сезон собрать десятки тысяч тонн. Для сбора древесного нектара используются деревья, достигшие своей спелости старше 60 лет. Часть будет направлена на перерабатывающие предприятия страны, остальное – для реализации населению. 9 апреля с 10 до 12 часов Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома проводит электронную ярмарку вакансий. Соискатели могут изучить перечень профессий, предлагаемых нанимателями, условия работы, а также направить резюме и получить консультацию. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте бобруйск.бай